Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корабль тяжело скрипел, качался и никак не хотел сползать в акваторию, видимо, предчувствуя неладные. Осколки разбитых оборта шампанских бутылок, поднявшись по самую ватерлинию, образовали вокруг него подобие сверкающего моря. Наконец, будущий боссман послал в непокорную корму из мутюгальника нечто такое, отчего посудина вздрогнула и, переваливаясь сбоку на бок, поползла в ожидающую ее пучину. И тут случилось непредвиденное. Плыть окаянное не желало. Стремительно погружалось в океанские глуби. Сверхпрочное дерево оказалось и сверхтяжелым. Мощные лебедки, толпа, вцепившаяся в обреченную корму, сделали свое доброе дело и удержали объект от нежданного погребения. А далее русская смекалка помогла. Молниеносно вынурнувшие откуда-то плотники, спешно убрав мачту, соорудили крышку из того же замечательного материала, о котором говорилось ранее. Превратили судно в практически непотопляемую подводную лодку. Толпа бешеного аплодировала, считая происходящее заранее предусмотренным великолепным шоу. Оркестр, приготовившийся было играть Шопена, грянул или даже, вернее сказать, урезал радостный матросский гимн. На гибель варяга это перестало быть похоже. Судно вместе с отважной командой скрылось в глубине. Жадно, прильнув к иллюминаторам, смотрели в выпученные глаза морских чудищ. Развив, огромную скорость мчала над обломками пиратских и купеческих кораблей непотопляемая деревня. В капитанской каюте сидел перед экраном сосредоточенный человек в фуражке с крабом, прокручивая фильм «Броненосец Потемкин» и делал из него выписки в судовой журнал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова